Тема моего доклада это распознавание огня на видеоизображении. На самом деле этой тематикой я еще занимался давно на предыдущей работе, начал заниматься. Тогда к нам обратился центр пожарной робототехники как раз такой задачей распознать огонь на видеоизображении, используя обычную камеру видеодиапазона длин волн. Тогда, примерно 10 лет назад, мы решали эту задачу, так сказать, классическими методами компьютерного зрения. Но спустя время я решил эту же задачу, но уже используя нейронные сети. И в этом докладе я расскажу, как, собственно, сейчас эта задача решалась. То есть постановка задачи, в принципе, та же. Это распознать улыбность огня на видео. В принципе, сейчас это может быть достаточно широко применяться. Это задача, потому что камеры стоят практически сейчас везде. Это могут быть и офисные помещения, и какие-то промышленные объекты. И такой софт, анализируя данные с камер, может дополнительно сигнализировать нам о начале возгорания в каком-то либо помещении, либо на каком-то открытом пространстве. Вначале давайте немножко поговорим, как мы можем распознать огонь. Понятное дело, что у нас огонь имеет, в принципе, достаточно характерный цвет. Но, конечно, его цвет может у нас меняться от баланса белого на камере, освещенности, светло на улице, темно. То огонь у нас по-разному может восприниматься. Но первое это у нас, можно сказать, цвет. Это достаточно у нас яркий объект на изображении. Дальше, чтобы более уверенно распознать огонь, тут, конечно, желательно смотреть не один кадр, а серию кадров. Как этот объект у нас себя ведет, то есть его динамику. Здесь вот как раз показывают, например, серии для небольших огней и серии для мигалок. То есть когда огонь маленький, по одному кадру у нас достаточно сложно понять, огонь это или это просто что-то там на заднем плане, яркий объект. Еще самое главное, конечно, это не детектировать ложные объекты. То есть тут не просто задача распознать огонь, но чтобы этот алгоритм был устойчив к ложным срабатываниям. Это у нас могут быть проблесковые маячки, сварка, либо какие-то другие яркие объекты на видеоизображении. Ну вот вкратце здесь описан подход этого видеодетектора огня. То есть вначале мы будем искать потенциальную область на текущем кадре, где у нас находится огонь. И затем в этой потенциальной области мы будем ее отслеживать на серии, например, 30 кадров и уже окончательно принимать решение. Огонь у нас в этой области, либо какой-то ложный источник, например, какой-то, не знаю, проблесковый маячок. Немного сразу поговорю о базе данных. То есть какая-то база данных у меня еще оставалась с первого проекта. И вначале я как бы ее доразметил. И, конечно, я не вручную размечал каждый кадр. Я сделал себе скрипт, где я вначале указывал какую-то область интереса, где у меня находится огонь, и основные цвета этого огня в кадре. И после этого скрипт мне с моего видео уже нарезал нужную папочку мне изображения и мат-файлики с описанием прямоугольной рамки, где находится огонь в каждом кадре для видео. Здесь, конечно, важно понимать, что, в принципе, нет смысла обрабатывать каждый кадр видео. Поэтому в своем случае я анализировал каждый пятый кадр. Возможно, в каких-то задачах можно анализировать, даже не знаю, каждый тридцатый кадр. Потому что от кадра к кадру не так быстро меняется картинка. Но анализируя каждый кадр, нужно больше вычислительных мощностей как бы вашего компьютера или где этот алгоритм будет запущен. Получается, с своей базы видео с помощью автоматизации я нагенерил большое количество уже размеченных изображений с картинками и здесь начал обучать сеть YOLO. В своем проекте я использовал и как YOLO 2, так и YOLO 3 версии. Здесь для увеличения признаков использовалась сеть Разнет-18. В принципе, к чему я пришел? Что на изначальной базе было очень мало ложных ярких объектов. И мне пришлось расширять эту мою базу изображений новыми видео, где были просто какие-то другие яркие объекты. Самый простой вариант, который я увидел, это просто пойти в какой-то торговый центр и заснять яркие вывески. И на них в видеоредакторе совместить огонь с каких-то предыдущих видео и яркие вывески, чтобы сеть хорошо понимала, что вот это огонь, а вот это просто какой-то яркий объект на изображении. Что мы получили по итогу? То есть, в принципе, сеть YOLO более-менее начинала уже распознавать огни размером, например, 40 на 40 пикселей и больше. Но вот огни относительно небольшие, 20 на 30, все же не всегда она могла точно распознать. Вот здесь показаны примеры слева, это где огни хорошо распознаются, а справа мигалки, которые все же сеть распознавала как огонь. На этих мигалках справа сеть не обучалась, но на других каких-то мигалках у нас сеть обучалась, то есть она уже их видела при обучении. Поэтому здесь как бы мы… Сейчас я покажу, как это еще работала одна сеть, то есть это обычное детектирование объекта. Слева это видео с огнями, а справа это вот проблесковые маячки нашей мигалки. Еще такой момент, что в этом задаче я понимал, что не нужно делать упор, когда у вас уже пол кадра занято областью огня. Основной упор делался на небольшие источники огня, там размером 30 на 30, 40 на 40 пикселей, потому что еще важно начать распознавать сам факт возгорания, а не когда у вас уже какой-то объект полыхает. Поэтому дальше как бы мы пошли к анализу динамики. Здесь использовалась LSTM-сеть. То есть получается первая сеть нам говорила потенциальную область огня. Из этой потенциальной области потом мы на 30 кадрах накапливали статистику, подавали ее в сеть LSTM, и она уже конкретно по, как она обучилась, понимала, это интенсивность какая-то, вот динамика области соответствует больше огню, либо, например, каким-то проблесковым маячкам. В моем случае я анализировал каждый пятый кадр и брал 30 кадров. И получалось, что у меня было данные за 5 секунд. Например, проблесковые маячки, они обычно вращаются скоростью 2 герца, 2 оборота в секунду. В принципе, уже там нормально было оборотов. Можно было действительно понимать мигалки это или какие-то другие объекты. Здесь, конечно, было уже меньше данных последовательности для обучения. Вот ниже представлены у нас серии. Например, слева это серии для огней, для небольших побольше огней. А справа это у нас уже проблесковые маячки. И, в принципе, такой подход уже показал гораздо лучший результат. Та же самая мигалка у нас уже не стала детектироваться. Потом многие еще люди, мы написали статью про хабра, спрашивали про сварку, какие-то видео сваркой были в обучении. Здесь показаны видео, на которых сеть вообще никак не обучалась. И сварка это тоже, можно сказать, уже там новая найденная из сети интернет. И, в принципе, как бы все нормально. То есть получается, да, иногда первая сеть все же может найти какие-то потенциальные области, которые это не огонь. Но вторая сеть в основном уже относительно хорошо понимает, что нет, это у нас что-то другое по динамике, но не огонь. Дальше как можно развивать этот проект? Первый вариант это можно сгенерировать кудо-код для NVIDIA Jetson. То есть делать такую устраиваемую систему. Это может быть как некая умная камера, так и как раз какая-то плата управления для робота, который имеет области поворота там по горизонтали, по вертикали. То есть сам уже может наводиться на огонь и начинать тушение. Либо у нас уже есть вариант это сделать такое приложение на основе приложения в матлабе, которое будет на сервере, куда поступают все данные с видеокамер, анализировать видеопоток и распознавать огонь, например, какой-то сигнал возгорания на пульт дежурного человека выдавать. То есть по этому проекту, кто хочет подробнее почитать, у нас есть статья на Хабре, где я более подробно разложил, как по ходу этот проект у нас развивался, как я там размечал данные, обучал сети. На сайте у нас есть краткое описание. И в принципе, если у вас есть какие-то предложения по развитию этого проекта, может быть как-то вы увидите применение в своих сфере. Вот есть контакты мои, менеджера Ивана. Мы можем с вами пообщаться в дальнейшем. Так, ну все. Спасибо большое. Я хотел бы задать пока что простой вопрос по составлению датасета. Получается, что bounding box вы в общем-то не размечали, а просто надо было разбить группы. Я вручную не размечал, но это мне делал алгоритм скрипт в матлабе. То есть я ему вначале задал прямоугольную рамку, что огонь точно здесь, камера стационарна в моих тестовых видео, которые я записывал или которые я находил в интернете. А потом по яркости из матлаба я делал маску один раз для первого кадра. То есть у меня такой скрипт для себя был сделан. Указывал эту область огня. И потом дальше он уже автоматом не размечал до конца все это видео. Здорово. Я вопрос от Сергея передал бы, хотя он очень глобальный. Как ставить задачу инженеру, который в результате строит такую систему распознавания? Мне кажется… Такой немножко может быть сложный вопрос. Для меня главное, что когда вы делаете какую-то задачу, вы должны немного понимать, как это уже будет применяться. Потому что есть большой такой момент, стоит ли распознавать совсем маленькие огни. Тут я для себя сделал вывод, что в моем случае, если огонь совсем маленький, 20 на 20 пикселей, то там уже мало информации. И такие объекты не стоит использовать для обучения сети, потому что ничему хорошему сеть не научится. Не стоит в этой задаче, как я сказал, было концентрироваться на слишком больших огнях, когда полкадра занято. Потому что я считаю, что это не целевой объект для распознавания. И в таких ситуациях, наверное, в жизни будет мало. Важно концентрироваться на небольших огнях. То есть тут, мне кажется, человек сам должен немного понимать специфику своей задачи, как это будет применяться, и от этого уже какие-то требования в процессе подготовки данных. Спасибо. Еще можно один вопрос от Юрия. Его интересовала связка разнета и LSTM. У разнета, я так понимаю, выход – это вектор из чисел, а LSTM ждет ряд чисел с каким-то… В принципе, это вектора. То есть там… Как подавались данные. РСНЕТ 18 давала, там уже со слоев активации брался вектор чисел. Там по умолчанию это 512 векторов. Ну то есть 512 отчетов и получается по 30 кадрам. То есть 512 на 30 отчетов. И это подавалось на вход LSTM. А, то есть каждый временной отчет подается в LSTM как следующий элемент последовательности. В принципе, этот момент там есть в MATLAB примерные. Другие связаны с этим примеры, как это можно сделать. Даже в MATLAB в хелпе можно посмотреть. Ясно. А скажите еще, пожалуйста, как разнета открывался в MATLAB? Он там встроенный? В принципе, да. Он встроенный, то есть это готово. То есть не пришлось вообще выходить за пределы все сети? Вообще не пришлось. То есть изначально, когда я это еще начинал делать, там еще не было, может быть, некоторых там вот YOLO 3 не было, YOLO 4, но сейчас даже YOLO 3 уже есть сразу в MATLAB. Да, то есть не потребовалось связки с питоном или упаковать сеть во что-то? Нет, нет, нет. Спасибо. Значит, вот так можно это делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!